В эфире события с Мурадом Абиевым, об актуальных новостях Азербайджана и не только. В Шуше прошел глобальный медиафорум «Новые медиа» в эпоху четвертой промышленной революции. Кроме представителей местных СМИ, в нем приняли участие 150 иностранных гостей из 49 стран мира. В первый день мероприятия с участниками форума встретился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Отвечая на вопросы гостей, глава государства коснулся ряда злободневных вопросов, подчеркнув решимость Азербайджана, довести до логического конца процесс реинтеграции Карабаха. «Армяне и их покровители, — твердо заявил он, — должны принять реалии дня, а любые изменения, на которых они настаивают, не принесут пользы ни Армении, ни армянскому меньшинству в Карабахе». «Поэтому надеюсь, что они услышат эти слова и сделают правильный вывод», — добавил президент. Но ереванские деятели, видимо, не обладают способностью анализировать и делать верные выводы. Об этом, в частности, говорит тот нечленораздельный поток сознания, который премьер Пашинян на этой неделе три дня к ряду изливал на свою аудиторию. Ясно, в его путанных речах было одно, а антиазербайджанская риторика все более ужесточается. Бесноватый плут даже умудрился сравнить мнимую гуманитарную катастрофу в Карабахе с геноцидом в Сребренице и осадой Сараева во время войны в бывшей Югославии. В абсурдных тирадах Варчапета звенели предательские нотки саботажа переговоров. Причем говорил он все это аккурат в преддверии встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве, словно пытаясь откреститься от того, на что Ереван вынужден будет согласиться во время встречи. В итоговом заявлении главы российского МИД Лаврова после переговоров содержались вполне прогрессивные тезисы, во многом закрепившие и даже развившие подвижки, достигнутые в Брюсселе. Во всяком случае, Лавров не упомянул ни о Лачинской дороге, ни о необходимости международного участия в контактах между Баку и армянами Карабаха. Более того, российский дипломат особо указал на законодательство Азербайджана как правовой контекст для обеспечения прав и безопасности карабахских армян. После резюме Лаврова стало ясно, что армянскому руководству придется идти либо на окончательный мир, либо на крупную провокацию, и Пашинян выбрал второе. Так называемая рабочая группа по управлению кризисом в Карабахе приняла решение отправить машину с продовольствием армянам Карабаха. И вот уже из Еревана к условной границе, а именно к ППП Лачин, направилась колонна грузовиков. Для пущей солидности прихватили собой представителей миссии ЕС, которым позже присоединились и некоторые зарубежные дипломаты. Глава евромиссии в Армении Маркус Риттер был очень возбужден и всем своим видом показывал, что он за любую движуху. Колонна остановилась в карнизоре, что близ Лачина, и стала ждать, когда ее пропустят. Тем временем еще одна колонна, которая не веренится автомобилей, а целый министр иностранных дел Франции, выдала гневный твит в адрес Азербайджана. Вслед за своим боссом, с требованием к Баку пустить в страну потеющих армянских шоферов, также раствитилась и посол Франции в Азербайджане Ан Буайон. В воздухе явственно разлился затхлый душок парижских катакомб. Впрочем, подсуетились не одни французы. Глава евродипломатии испанец Жозеп Боррель вообще заявил, что Агдамская дорога не должна быть альтернативой Лачинской. Так, не подумав или наоборот, специально он сильно подставил Шарля Мишеля, который как раз приветствовал Агдамский маршрут. Однако не успел остыть в воздухе от сюрреалистических измышлений старого каталонца, как посольство Испании в России и по совместительству в Армении, поддержала своего именитого земляка и опубликовала твит на армянском языке, требуя от Баку что-то там прекратить. Ну, что тут скажешь. Испания благополучно исчезла с радаров мировой политики после победы генерала Франка в гражданской войне, превратившись в геополитическую провинцию Европы. Похоже, сегодня Пиренейское королевство решило заявить о себе, используя в качестве подпорки незначительный, как им кажется, армяно-азербайджанский конфликт. Похоже, долгие десятилетия изоляции от мировой политики лишили Мадрид здравого смысла. Поссориться с Азербайджаном дело недолгое. Вопрос ради чего? Этот же вопрос можно адресовать украинским дипломатам, которые вдруг неожиданно объявились среди зарубежных аккомпаниаторов стояния перед ППП Лачин. Может быть, мы не по тому адресу вот уже полтора года направляем масштабную гуманитарную и финансовую помощь. А ведь все это время убивающие мирных украинцев иранские дроны сплошным потоком идут через Армению. Пока рыцари испанской дипломатии боролись с ветряными мельницами, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев собрал серьезных людей, а именно послов Турции, США, Швейцарии и ЕС, и проинформировал их о возможностях снабжения армянского населения Карабаха посредством дороги Агдам-Ханкенди. А потом написал твит с призывом к международному сообществу вразумить Ереван, что реинтеграция армянского населения Карабаха в азербайджанское общество необходима, а дорога Агдам-Ханкенди для их снабжения – надежный и удобный путь. Завершил свое обращение Гаджиев очень доходчиво. Игра окончена. Тем временем, конец игры уже осознали некоторые самопровозглашенные деятели в Карабахе. Так, бывший фантомный секретарь Совета безопасности и незаконного образования в Агдам-Ханкенди Самвел Бабаян стал вторить Гаджиеву. Игра окончена. И как нельзя более явственно ощутил на себе конец игры, объявленный в международный розыск Вагиф Хачатурян, который был сегодня задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана на ППП Лачин при попытке выезда в Армению для лечения. Хачатурян участвовал в налете на село Мешали Хаджалинского района в 1991 году. В результате которого погибло 25 азербайджанцев. Кстати, на этой же неделе Гаджиев успел пригласить к себе и посла Индии, чтобы выразить ему обеспокоенность по поводу сведений, о, мягко говоря, дурно пахнущих контактах этой страны с Арменией. Как уже сообщалось в нашем издании, в Армению через Иран проводится индийское вооружение, боеприпасы, самоходные установки. Таким вот отчаянно наивным образом Индия, а если быть еще точнее, ось Париж-Ереван-Тегеран-Нью-Дели, пытается создать угрозу на Кавказе Альянсу, Анкара-Баку и Сламабад. Индийское оружие не особо котируется в мире и рискует быстро стать грудой металлолома при попытке выстрелить в сторону Азербайджана. Она качественная, у армян просто не хватает денег. Бесплатно же добрые самаритяне-французы и друзья по Альянсу, судя по всему, давать оружие своим сестрам не собираются. И еще одна важная новость в качестве завершения местного обзора. Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group, в котором подчеркнул как крепнущее отношение двух стран, так и интенсивное развитие азербайджанской транспортной инфраструктуры для использования ее в рамках китайской глобальной инициативы «Один пояс, один путь». Очередной выход президента на китайскую аудиторию, несомненно, поспособствует упрочению международного авторитета Азербайджана. На украинском фронте в последние дни боевые действия заметно оживились, что российские СМИ поспешили назвать активной фазой контрнаступления ВСУ. Украинская сторона от таких определений воздерживается. На сегодняшний день известно, что ВСУ ведут бои за Клещеевку в Донецкой области. Занят ряд высот вокруг деревни. По другим данным, который пока не подтвердил официальный Киев, населенные пункты Клещеевка и Андреевка уже находятся под контролем ВСУ. В любом случае, даже взятие близлежащих высот уже способно отрезать пути снабжения российских войск на Бахмут и откроют возможности для освобождения этого стратегического населенного пункта. Для окружения Бахмута ВСУ также проводят операции севернее города, в районе Солидара. Но западные СМИ продолжают терзать украинское руководство вопросами о причине отсутствия значительного прогресса на фронте. Министр обороны Украины Алексей Резников признал в интервью телекомпании CNN, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось, однако он не видит причин для беспокойства, потому что операция идет по плану. Вместе с тем, глава Украинского оборонного ведомства назвал факторы, из-за которых контрнаступление ВСУ развивается медленнее, чем ожидалось. Это прежде всего нехватка боеприпасов и артиллерийских систем. Это не компьютерная игра, позволил себе некоторую долю сарказма украинский министр. А вот президент Зеленский, несмотря на отнюдь нестремительный ход контрнаступления, предрекает скорую деоккупацию и реинтеграцию Крыма, как бы при этом намекая, что у ВСУ в запасе есть сюрпризы, как для российской армии, так и для западных партнеров. Среди прочих новостей с Российско-Украинского фронта очередная атака дронов на Москву, что стало, в общем-то, уже обыденностью на этой войне. Однако на этот раз вышло серьезнее. Один из беспилотников попал в здание Министерства обороны и даже повредил кабинет киберотдела ГРУ. Атаки беспилотников, конечно, не могут нанести достаточно серьезный материальный ущерб российской столице, однако репутационный урон государству в целом при этом отнюдь не слабый. Тем временем глава Минобороны России Сергей Шойгу отправился в КНДР. Официальной целью визита объявлено участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины окончания боевых действий в Корейской войне. Американские СМИ со ссылкой на разведку не раз писали, что Москва закупает у Пхеньяна боеприпасы, но КНДР это отрицало. На этот раз внимание мировой прессы привлек тот факт, что Шойгу вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ином обозрел выставку вооружений, где были представлены баллистические ракеты с ядерными боеголовками местного производства. Мало того, российский министр еще и сфотографировался на фоне смертоносного оружия. Министерство иностранных дел Южной Кореи, между тем, весьма изящно напомнило, что официальная позиция России вообще-то заключается в противодействии ядерной программе Северной Кореи, и выразило надежду, что Шойгу и сопровождающие его в поездке лица помогут КНДР вернуться к диалогу, к чему призывает ее мировая общественность. Не столь дипломатичные журналисты разных стран, напротив, утверждают, что Москва северокорейские ядерные разработки только приветствуют. В это же время в Санкт-Петербурге происходили весьма значимые события. Сначала президент Путин принимал президента Беларуси Лукашенко. Лидеры союзного государства провели для журналистов показательную беседу. Главный посыл которой заключался в том, что войну России приходится вести с НАТО. Причем особо досталось полякам, которые чуть ли не в 40 километрах от пограничного с Белоруссией Бреста разместили армейскую бригаду. Звучит фантастично, но все-таки скажу. По мнению Лукашенко, Польша за участие в войне против России американцы, видимо, обещали территории Западной Украины. Украинцев при этом возьмут в НАТО, и, дескать, поэтому они будут молчать. Также белорусский лидер не исключил, что население Западной Украины попросит помощи союзного государства России и Беларуси. А между делом он небрежно посетовал, что вагнеровцы начали напрягать. В Польше просятся на экскурсию на Варшаву и Жешев. На что Путин отреагировал лишь усмешкой. Польский вопрос на время повис в воздухе. Два лидера незвусмысленно попытались донести до блока НАТО мысль, что Варшава и Жешев отныне могут не спать по ночам. Надо сказать, что в кремлевской пропаганде заметную роль играют нехитрые параллели с образами Великой Отечественной войны. Например, словосочетание «немецкие танки под Донецком» определенно вызвало в России порыв патриотических настроений. А уже если эти танки еще и горят, то такое вообще идет на ура. Вот и на этот раз не обошлось без упоминания подбитых леопардов. Но и это не все. К антифашистскому нарративу добавилась тема Бреста с явным сравнением с легендарной обороной Брестской крепости. Такое впечатление, что поляков усиленно приглашают напасть на этот город. С этого ракурса муссирование темы войны и победы в 45-м очень даже резонно для подъема патриотических настроений в российском обществе и увеличения числа добровольцев, желающих отправиться на фронт. Однако, с другой стороны, польская тема очень уж смахивает на блеф. Впрочем, как сообщают источники, у лидеров союзного государства уже возникли разногласия по поводу финансирования вагнеровцев в Беларуси. Говорят, Лукашенко решил не тратить ни рубля на содержание ЧВК и подготовил смету, которая буквально потрясла Москву. Проводив белорусского гостя из северной столицы, Путин принял участие во втором экономическом форуме «Россия-Африка». И вот тут, как черт из табакерки, вновь выскочил человек, по которому все еще не успели даже соскучиться – Евгений Пригожин. Любопытно, что еще 23 июля по российским телеграм-каналам пробежала новость, что почти одновременно самолетом Лукашенко в Питере приземлился один из бортов бывшего владельца Вагнера. А уже потом СМИ облетели фотографии, сделанные на полях форума, где Пригожин позирует с высокими гостями из африканских стран. Таким образом, главарь музыкантов планомерно подчеркивает свою актуальность. Напомню, что Путин громогласно объявил мятежника Пригожина предателем. Но потом, как бы с большим одолжением, чтобы избежать кровопролития, позволил уйти в Беларусь, что не помешало снова обвинить лидеров мятежа в измене Родине. Казалось бы, престижный дирижер должен был в этой ситуации залечь на дно в Могилеве или в Гомеле, ежедневно отправляя Челобитную в Первопрестольную с мольбой о помиловании. Однако ничего подобного. Он вскоре является на аудиенцию к президенту и даже позволяет себе припираться с ним. Только успели все пожать плечами в догадках, что это было, как бывший главный повар Путина появляется уже на важном мероприятии в непосредственной близости к главному лицу. О чем это может говорить? Наверняка Путин не прочь упрятать Пригожина за решетку. В конце концов, почему сочувствующий Суровикин задержан, блогер-националист Гиркин задержан, а организатор мятежа разгуливает и фотографируется? Один из ответов, вероятно, в том, что Вагнер представляет собой больше, чем банду, завязанную на главаре, с потерей которой она просто распадется. Похоже, Вагнер — это сложный институт с разветвленной системой власти. Арест Пригожина, таким образом, никак не привел бы к распаду этой группы, а наоборот, к новым волнениям внутри нее, которые бы возглавил новый лидер. Другая причина толерантности к Пригожину, возможно, кроется именно в сути мероприятия, где он засветился. Африка нужна России как перспективный театр геополитической деятельности. Черный континент — колоссальный источник природных ресурсов с одной стороны, но и политической нестабильности с другой, а значит, благодатное поле для частных военных компаний. Личные связи играют во всем этом огромную роль. И это то, что Пригожин уже сумел приобрести в Африке за прежние свои вылазки туда. И теперь Кремль, похоже, не намерен терять такой драгоценный ресурс. Кстати, то и дело распространяется информация, что музыканты уезжают в Африку, а если конкретнее — в Ливию, Центральноафриканскую республику и в Мали. А тут и нигер со своим госпереворотом подоспел. Не исключено, что теперь бойцы Вагнера нарисуются и в этой африканской стране. Это были, как мне кажется, самые актуальные новости уходящей недели. До встречи в следующую субботу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...